Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер! С вами Вивьена, и мы на канале смотрим, что нас ожидает, что с нами, что есть, что было, что будет, и какие послания нам ждать. С вами Вивьена, и большое спасибо вам за донаты, вы не забываете про энергообмен. Я вам уже несколько раз объясняла, и в Телеграм тоже, нет энергообмена, полная дыра, все вниз, вниз все катится, и тогда Вселенная за то, что мы не расплачивались, очень много чего у нас может забрать, огромное-огромное, и самое главное, то, чего нам очень дорого. Помните об этом. И сегодня у нас такой расклад. Вивьена Ясновидящая смотрит из Хроника Каша, из Потока. Какой дорогой ведут вас ангелы? Послание небес. Что они вам указывают, чтобы вы пошли по правильной дороге? И давайте смотреть, какой дорогой ведут вас ангелы. Вот возьмем вот эти карты. Какой дорогой ведут вас ангелы? Вот эти карты мы возьмем Таро Древнего Востока. Какой дорогой... Ох, выскочила. Какой дорогой ведут вас ангелы? Ангелы вам говорят о том, что необходимо научиться не врать себе. Потому что то, что вы там обманываете... Мы всегда что-то обманываем, придумываем, так устроен человек. Но когда вы обманываете сами себя, то ангелы просто затыкают уши и отворачиваются крыльями от вас. Внутренняя правда. То есть говорить себе правду. Не то, что вам насаждают, а именно свое. Научиться самому действовать, научиться самому мыслить и идти вперед. Что, какую дорогу открывают и что вы должны... Ангелы говорят, не сиди один. Объединяйся с людьми, которые очень похожи по твоим интересам. Которые должны быть рядом с тобой. Для чего нужно это? Ангелы говорят, для того, чтобы у тебя была большая энергия. Потому что когда люди в коллективе... А человек это существо социальное. Ну, существо значит существо. Человек это социальное. И когда человек в группе, в большом коллективе, то каждый отдает часть энергии и получает от другого человека. Здесь идут единомышленники. По какой дороге вас ведут ангелы? Они говорят, да, нужно пройти те страдания, которые сейчас есть, проблемы. Нужно их пройти. Нужно эту гидру отодвинуть. Нужно этого дракона, этого рептилоидного просто отшвырнуть. Да, это будет очень тяжело. А для чего нужно это отшвыривание-то? А это нужно для того, тогда у вас приумножится не только энергия, но и ваши материальные блага. И здесь говорится о том, в страданиях не мучайся и не страдай, а стиснув зубы, улыбайся. И только тогда к тебе придёт приумножение. Всё в этой жизни в радости. Вот оплачиваете вы коммунальные платежи, и понятно, что большую часть идёт на это. А вы всё равно радуетесь и говорите, а скоро-скоро мне всё это возвернётся ещё в тройном количестве. И именно так и случается. Но если вы хоть чуть-чуть внутри, ой, да это не у меня, у меня всегда вот так, всё, хлоп, всё назад отлетело в тысячекратном размере, в трёхкратном бы прибавилось, а вы своими мыслями о мысли, и есть действия практически для Вселенной. По какой дороге вас ведут? Вот я даже сказала, единомышленники. Объединяться вместе с единомышленниками. С теми людьми, быть только с теми людьми, которые мыслят и чувствуют и делают так, как и вы, чтобы подниматься вверх по вибрациям, вверх по этому дереву жизни. По каким дорогам ведёт? Да, и тогда вы обретёте мощь. Тут идёт ещё такое, что ангелы говорят, я вот просто считываю с потока, ангелы говорят, что сейчас на тебя, на вас, как хотите воспринимайте, идёт какой-то поток дезинформации, чтобы влепить вас в такое, чтобы полностью вас одурачить, и вы стали как рабы исполняющие. И здесь поэтому ангелы говорят, объединяйтесь все вместе и противодействуйте, потому что вы мощь. А вот это, кто пытается это сделать, всего обкаканный человечишка, который якобы одет в красном, но трусливый. По каким дорогам вас ведёт ангел? Вот я вам сказала, в радости и в последовательности. Найдите себе таких людей, говорит ангел, которые думают и мыслят так же, как и вы. Не бегите только за низшим, на низшей чакре, чпок, чебеток, чебетак. Нет, тут говорится о высших вибрациях, о радости. Как лотос распускаетесь, и давайте в жизнь входить светлым силам, а эти светлые силы дают благости. Ангелы рядом с вами. Вот у кого-то, я смотрю, есть даже три ангела рядом. И обязательно последовательно не прыгайте то вверх, то вниз, то так, то сяк. Нет, если вы решили и что-то сделать, то ставьте себе задачу, цель и исполнение, и тогда будет результат. Что ангелы вам ещё советуют? Они говорят, разрешайте все свои проблемы. Я не люблю слово «проблема», это задача. Разрешайте, не отдаляйтесь от любви, от земли, от людей, и наполняйтесь этой энергией возбуждения, энергией, энергии воина, победителя, энергии воина света. Что ангел ещё говорит? Ангел говорит, что если ты не будешь наполняться такой энергией, то у тебя будет постоянно упадок сил. Если ты будешь всё время на кого-то злиться, это и есть вот эта вот злость, возбуждение, месть, то у тебя будет упадок сил, и начнутся серьёзные болезни, которые скуют твой организм, и ты не сможешь дышать. Что ангелы говорят? Опять говорят. Вот знаете, говорят о соединении, о воссоединении, о радости жизни. Радуйтесь и познавайте. Если даже кто-то вас обидел, это бывший... Не надо слово «прощать». Прощать не надо. Надо просто отпустить. И не думать с местью. Всё, что к нам приходит в жизнь, ангелы вам говорят, это очень важно для вас. Это важно для жизни, чтобы вы поняли переразвитие великого. У вас идёт перетрубация. И это ещё не конец, если вы всё примете и услышите, что ангел говорит. И у вас будет не жизнь, а радость творчества. С вами была Вивьена. Пишите, принимаю, приобретаю, защищаю. Заходите в Телеграм. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»